я могу прожить без денег то есть насколько я научилась спокойно к этому относиться я спокойно в отношениях потому что мы с мужем до сих пор вместе у нас папа никогда мы не ссоримся мы не ругаемся у них друг друга не уходим и не уезжаем из квартиры чтобы друг другом там не быть потому что они научили именно этому спокойствие так аккуратненько ладцы все не хорошо поплавали старались варвара и богдана воробьёвы увлечение плавание диагноз детский церебральный паралич девиз вода это наш воздух мечта принять участие в паралимпийских играх диагнозы у детей разные да у них форма дцп разная допустим варюша она диплегист у нее ножки на как пружинки то есть она такая вся пружинистая а багдаша наоборот у нее настолько приходит мышцы в тонус что она противополучается как противовес сделать какое-то действие мозг сжимает все но нужно взять и у нее как сказать настолько нужно наладить контакт своим телом чтобы это научиться сделать чтобы об этом не думать или допустим она разговаривает но ее ноги могут подниматься давай ручку я сама родилась как бы не совсем здоровым ребенком тазобедренные суставы тоже пострадали и в то время моя бабушка она начинала там наливать большую ванну и мне нужно было плавать чтобы суставы пришли в норму после этого моя старшая дочь которая сейчас 18 лет начала заниматься плаванием и после того как родились девочки с проблемными такими с таком состоянии мы решили что нам нужно тоже отдать в плавание мои первые ощущения от воды это страх был что я утонул а сейчас я вообще ничего не боюсь я могу спокойно плыть на второй на третьей дорожке варе поплыли да она на спинку ложись поплыли давай 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 мы пришли в бассейн меня сразу отвели в зал где сухоплавание мы занимались и пошли в бассейн сам на воду ножки 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 повыше 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 да грибаем до ножки ко мне пришли две девочки чуть-чуть держащиеся на воде не умеющие плавать имеющие ну такие навыки знакомства просто с водой вот ну я их посмотрела на воде и мы решили начать заниматься спортивным плаванием мы ходили в частную школу плавали в жалеетиках там все остальное то есть результаты были теплая водичка все было хорошо но после мы решили что им нужно двигаться дальше нужна социализация не должны показать какие-то свои результаты что потом чем-то гордиться чем-то заниматься на чем-то зарабатывать чтобы не зависеть от меня и от папы и мы отдали их спорт пришли показали детей нас сразу взяли потому что показали хороший результат девочки первый раз когда я получила свои медали варе стало немного обидно а потом когда она уже получила свои медали у нас как-то это все прекратилось мы соревновались и я постоянно обогоняла богдану у меня есть первый юношеский разряд у моей сестры варе есть третий юношеский разряд их что получить надо очень много соревнований выиграть первое второе место вот это первое место за плавание это второе место вот значки вот эти разряды это варин а вот это вот мой когда их награждает у них столько эмоций эмоции прям через край то есть прям вообще для них это ну как смысл жизни в нашей группе именно дети которые занимаются с нами это опорно-двигательный аппарат никто не пропускает тренировки это бесплатный спорт то есть все полностью оплачивает государство у нас есть своя спортивная школа центр нефтяник получается дети там все занимаются в этом бассейне вот но детям как сказать мне кажется так легко воде то что недоступно им на суше как богдане допустим она же не может там пойти туда сделать то сделать то а в воде ее все называют тренера рыбка мне в воде вообще не больно плавать и мне там я могу ходить там и это больше всего нравится воде и делать все движения которые я захочу этот ребенок не должен был плавать так скажем то есть он не должен был ничего делать толком из того что мы постоянно спорте у нас такое тело который даже не отличишь от спокойно нормального ребенка обычного форма типичного это вот здесь считается все выпрямись вот эту руку толкай толкни руку чтобы ровная спина это надо для того чтобы размяться перед водой когда мы делаем снайдер разработки мне это очень помогает в плавании то что я начинаю высоко руки поднимать и быстрее плыть тренажерный зал это наше наверное спасение которое появилось в уфе вот год они отметили раньше мы ездили в москву за этими тренажерами сейчас вот он появился в уфе это мамочка тоже ребенка с дцп открыла тоже тропорезник мальчишка у нее на ногах же на своих стоишь а давай теперь попробуем без рук опусти руки давай я тебя страхую сзади пошли молодец руки вниз на голова наверх вот пошли держись я богдане помогу девчонки разные варя она такая более молчунья она будет терпеть до последнего богдана она более девочка скажем тогда которые вот она боится не столько даже боли она боится чтобы ей причинили эту боль то есть ее еще нет но она уже заранее сигнализирует там не кричит надя не надо меня трогать надя там еще что-то а так вообще на девчонки хорошие стараются когда вот допустим я в тренажерку не похожу там месяц это очень больно когда мы эту вставную гимнастику начинаем делать заново мне все сянет очень сильно поднимай наверх толкай толкай поднимай толкай сильнее молодец поднимай и толкай как-то мы вот говорю вот вы живем одним днем вот сегодня он есть и классно вот уснули вечером слава богу все день закончился у нас есть только одна мечта мы жили у нас мы квартиру в апотеку брали рядом с центром баталово потому что нам нужно было жить рядом из-за того что нехватка времени было и мы не знали куда себя деть когда жили с мамой со своей старшей дочерью все вместе в одной квартире ну я свой угол так 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 ты мне не обманешь у меня у меня получается то что ручками было больше ходов иди и иногда ругаемся на это у всех сестер у всех братьев есть у нас там можем что-то не появились можно просто поругаться богдана богдана наблюдаю пожалуйста я люблю раскрашивать верноцветные цвета потому что это очень ярко теперь смотрите можно взять я вижу внутренний их свет они хотят и они когда я с ними разговаривала тет-тет-тет чтобы их принимали такими же и когда ты с ними общаешься на равных они забывают что что-то у них не так и это их окрыляет мне кажется это тоже важно есть обычные сессии есть просто какие-то мероприятия проект я есть это наша такая небольшая социальная адаптация почему мы согласились на этот проект мы очень редко бываем на мероприятиях то есть мы не ходим ни в кино не в театры не новогодние утренники у нас просто нет времени на это мы просто мечтаем поспать у нас выходной это поспать и к нам предложили этот проект я сначала тоже так как бы сомневалась то что это будет очень долго во первых это фотостудия то есть это необычная фотостудия там допустим это будет с театра оперы балета люди по гриму по костюмам это будет профессиональный фотограф который с нас не слезет никогда когда там просто отфоткали ушли а это просто будет очень долго времени я переживала что дети не выдержит этого когда мы первый раз там фоткались нас очень красиво одели наряжали прям почувствовали себя там леди мы часа три наверное там были все это время когда она снималась на ходунках и она ни на секунду не сказала что я хочу сесть там я устала настолько у них был контакт с фотографом она с ними разговаривала вот ни на секунду не замолкала мама конечно она молодец иметь таких двух девчонок и тащить их это ну тащить прям в прямом смысле слова потому что столько бегать за них занимать с ними заниматься на их там они целыми днями мне кажется только что и делают это на колесах проводят то есть они бегут в одну сторону потом бегут другую сторону то у них учеба то у них бассейн то у них тренажерка про себя конечно она там уже забыла скажем так вот что тоже не очень хорошо но отдала всю себя девочкам да я понимаю что мы каждая мама должна там думать о себе это не наша судьба это судьба наших детей они должны сами там что-то делать что-то действует чтобы без нас дожить там но как они будут действовать если мы не сможем им помочь я хочу довести до того момента когда мне мой тренер скажет мы уезжаем на соревнования без мам дети это отдельно вот тогда я скажу хорошо я выхожу на работу всем до свидания вот я хочу что все мама понимали что без них их дети они не смогут добиться там чего-то